Всем добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать о французском иллюстраторе, писателе Томми Унгерере. Эта лекция проходит в рамках фестиваля «Как для взрослых, только лучше», который посвящен 65-летию с года основания премии имени Ганса Христиана Андерсена. Это самая почетная премия в области детской литературы. И Томми Унгерере получил ее в 1998 году как художник-иллюстратор. При этом он известен не только как художник, он был и писателем, скульптором, создавал различные карикатуры, афиши, какие-то рекламные вещи. И это был человек такой удивительной биографии, очень разносторонний, очень талантливый. И сегодня я хотела бы вам рассказать про какие-то основные этапы его жизни, про основные стороны его творчества. И у нас он не так хорошо переведен. То есть у нас вышло пять его книг и начали переводить его в 2010 году. Издательство «Самокат» начало выпускать его детские книги. И у нас он известен больше как детский иллюстратор. При этом на Западе, в Америке и в Европе он уже стал таким классиком детской литературы. Ну и не только детской. Его в Перу принадлежат и разные книги для взрослых, автобиографии. Также он известен как борец за гражданские права. Про это в дальнейшем я тоже упомяну. И сначала хотелось бы рассказать немного про его жизнь. Что очень важно, что сильно повлияло на его творчество, это то, что он родился в Эльзасе в 1931 году. Эльзас — это такой регион с непростой судьбой. Он находится на границе Германии и Франции. И на протяжении всей истории он постоянно переходил из рук в руки. Это такой предмет спора между Германией и Францией. В этом регионе распространены немецкий, французский. Тут смешиваются разные культуры. И детство Унгерера как раз выпало на военные годы, когда Эльзас был оккупирован нацистской Германии. И сам Унгерер потом вспоминал, что сначала он был как бы французским мальчиком, потом стал немецким, поскольку французский язык был запрещен, потом снова стал французским. И он также неоднократно говорил, что он считает себя эмигрантом в своей собственной стране. И вот эта вот потеря своей идентичности, поиски ее очень сильно повлияли на его творчество. Это та тема, которая очень его занимает. Вот, интересно, мне очень понравилась его цитата про Эльзас. Как я сказала, однажды Эльзас похож на туалет, он всегда занят. При этом в Страсбурге, это столица этого региона, есть музей его имени. Это вообще такой беспрецедентный случай, когда в 2007 году назвали музей именем ныне живущего художника. Там Унгерера очень ценят. Про его детство он сам выпустил книгу автобиографическую, его перевели как «Детство под нацистами», поскольку его детство пришлось на войну. По-французски она звучит «A la guerre comme la guerre», то есть «На войне, как на войне». И там он подробно описывает, ну, каково ему жилось в военные годы. И эта тема тоже потом найдет отражение в его художественных книгах для детей. Вот, у него была такая творческая семья. Ну, папа у него был, он создавал астрологические часы, а мама, она была и музыкантом, и художницей. Она как раз привила Томми любовь к творчеству. И после смерти отца она воспитала его и его братьев и сестер. И он всегда очень тепло вспоминал о матери. Вот, кстати, во время войны он стал писать, рисовать первые свои работы, тоже карикатурные. Вот здесь вот мы видим Гитлера с кружкой пива. Это 44-й год, когда ему было 12-13 лет. Вот здесь тоже разные персонажи, карикатурно созданные. Вот. И некоторые его рисунки уже в дальнейшем, в них появляется вот эта тема немецко-французской или дружбы, или наоборот, разных споров. Вот здесь вот справа ребенок, он в коляске, скорее всего, это изображен такой флаг Евросоюза, и над ним две птицы. Одна из них кричит по-немецки, вторая кричит по-французски. Вот, он очень часто касался этой темы и в ироничном ключе, и в серьезном тоже. Вот. И даже в Страсбурге есть скульптура, которая называется «Двуликий ядус». Она как бы лицетворяет две стороны этого города, немецкую и французскую. Вот эта скульптура, она создана как раз по макетам, по рисункам Мунгерера. И после войны Томми, он решил стать художником, но он так и не закончил ни одно высшее заведение из-за своего бунтарского характера. Его учителя описывали как такого крайнего индивидуалиста, который постоянно такой разламывал, взрывал разные нормы морали, и его постоянно отовсюду выгоняли. И в 15 лет ему подарили велосипед. На этом велосипеде он объездил всю Францию. Потом он поехал в Европу уже севернее, доехал до Нордкапа. Это считается самая северная точка Европы. Он даже как-то дошел до русских рубежей. Ну и этого ему показалось мало. Он после вот этого северного путешествия поехал на юг в Алжир. И там присоединился к... Тогда были... Когда еще Алжир был частью Франции, тогда были разные отряды. Ну, наподобие, наверное, наших казаков, которые патрулировали пустыню, защищали ее. Вот он вместе с ними путешествовал, но недолго, поскольку вот в пустыне он подорвал свое здоровье. Все-таки это достаточно-таки такое тяжелое путешествие. И после этого он вернулся во Францию и в 56-м году поехал в Нью-Йорк. Там он решил попытать счастье, как-то начать свою карьеру художника. И он сам вспоминал, что он приехал в Нью-Йорк с 60-ю долларами в кармане и с таким чемоданом рисунков. Вот. На этой фотографии как раз он в 56-м году в Нью-Йорке. Еще молодой Томми. Вот. И нужно сказать, что там он практически сразу стал печататься. Вот. Его первая книга. Ее перевели на русский как Хрюлопс. Это семейка таких свинюшек. Он создал целую серию книг про эту семью с их забавными приключениями разными. Вот. Она стала очень популярной. И в дальнейшем он раз в год издавал по 2-3 книжки. Всего в общей сложности у него около 140 книг. Вот. Ну, к сожалению, только малая часть переведена на русский язык. Вот. Одна из первых его книг в 58-м году издана. Она переведена на русский. Криктор. Это книга про удава, которого подарили одной старушке. Точнее, ее сын из Африки присылал ей на день рождения удава. Это очень странный подарок. Ну, она приняла его и начала этого удава воспитывать. Она начала обучать его считать, читать, обучала разным манерам. И в итоге удав, он социализировался. Он таким стал достаточно популярным персонажем в городе. И он использовал свои особенности, чтобы, там, не знаю, например, как на этих картинках, помочь достать бумажного змея. Или его использовали как скакалку. То есть он стал таким добродушным малым и таким полноправным гражданином общества. И это как раз книга, во-первых, про то, что даже что-то экзотическое, опасное, потому что для своих книг обычно он герер выбирает таких животных опасных или непонятных, типа осьминога, удава, кенгуру. Вот в этой книге он рассказывает о том, что вот если с должным вниманием, заботой подойти к такому существу, то он станет таким хорошим другом и даже очень, может быть, полезным другим людям. Вот эта книга и о том, как справиться с одиночеством, потому что старушка до этого, она была одинока, вот ее сын был далеко. И вот она таким странным, забавным образом нашла себе друга, нашла себе компаньона. Вот это такая добрая, поучительная, сказочная история. В 61-м году вышла еще одна его книга, очень популярная, «Три разбойника». По ней был создан мультфильм в 2007-м году, и рассказчика там озвучил сам Унгерер. Это тоже такая сказка-притча про трех злодеев, которые наводили ужас на все селение. Они всех грабили и забирали богатство, складывали в пещеру. И, собственно, не знали, что с ним делать. И так продолжалось до какого-то времени, пока случайно к ним в руки не попала девочка Тиффани. Она сирота. И когда она увидела в пещере вот такое огромное количество разных драгоценностей, золота, серебра, она спросила у разбойников, собственно, зачем им столько богатства. Они не знали, что ответить. Они до этого никогда не задумывались, почему они это делали, для чего. У них не было определенной цели, просто потому что они разбойники. И после этого, когда они задумались, поняли, пообщались вот с этой девочкой-сиротой, очень доброй, очень светлой, они вот это все богатство использовали для того, чтобы создать такой дом для таких же детей-сирот. Собственно, это тоже о том, что если что-то зло, но его можно изменить, исправить. То есть нет абсолютно злых людей просто потому, что они злые по рождению. Эти развойники в книге, они были злыми персонажами только потому, что они не думали, что можно быть другими. То есть Унгерера тут высказывает мысль о том, что тоже всех можно изменить, все можно изменить. И если даже сами эти персонажи, сами эти люди захотят изменений, то все это возможно. Причем даже диаметрально в противоположную сторону можно измениться, только нужен определенный импульс, определенный стимул. И вот здесь таким импульсом стала светлая, добрая девочка-сирота, о которой они заботились, и благодаря ей они почувствовали, что они могут быть нужны, что они не просто какие-то разбойники из сказок, что они просто люди, которые могут испытывать сочувствие, любовь, дружбу, то есть дружеские чувства. И это заставило их измениться. А в книгах они такие все похожие, то есть они изображены как такое черное большое покрывало с такими шлапками. В мультфильме их уже сделали такими более реалистичными. Еще одно интересное произведение Геррера 67-го года, «Человек с Луны» или «Жан с Луны» его иногда переводят, оно, к сожалению, на русский не переведено. Это книжка тоже детская, она написана в 60-е, когда человек полетел в космос, когда он впервые ступил на Луну. Ну, то есть вот эта лунная тематика, она была повсеместна. И вот на этом фоне Геррера создает книжку про человечка, который живет на Луне. И он таким случайным образом, его сбила комета, и он попадает на Землю. А до этого он видел, что на Земле происходит что-то необычное, что там люди танцуют, радуются, веселятся. Ему интересно было, что это за люди, как с ними познакомиться. И когда он попадает на Землю, то его встречают земляне достаточно холодно, с опаской. Это что-то необычное, невероятное, прилетевшее с неба. И они ему не доверяют, они его сразу сажают в тюрьму. И вот здесь на этой картинке тоже карикатурно изображено общество. То есть тут вот и военные, и полиции, и пожарники, и мороженщик, и просто обычные люди. Вот это вся такая земля в миниатюре. И вот они его посадили в тюрьму. Но поскольку это лунный мальчик, то он, когда Луна в определенной фазе, он начинает исчезать, ему удалось выбраться из тюрьмы. И в итоге он понял, что на Земле ему не рады, что здесь достаточно сложно, неприветливо относятся ко всему необычному, ко всему новому, непохожему на них. И он так разочаровался в людях, и в итоге снова улетел обратно в космос. И вот там застыл в такой форме, форме как бы Луны, такого круглого, такого шарика. Вот. И это тоже такая ироничная, ну детская, но ироничная история, в котором гротескно изображено человеческое общество. Вот все его такие недостатки. И вот здесь, наверное, прослеживаются мотивы Сент-Экзепери. Тоже мальчик необычный, необычное существо с другой планеты. И то, как он видит Землю вот таким вот незамутненным взглядом, абсолютно объективным, вот таким отстраненным. Вот здесь это тоже показано. Еще одна интересная книга «Чур без поцелуйчиков». Здесь он, Геррер, изобразил свое детство, свой подростковый возраст, поскольку, как я уже говорила, у него достаточно был непростой характер. Он был таким бунтарем, хулиганом. И вот здесь в виде котика, котенка, которого перевели как Лапса, мистера Лапса, он вот рассказывает про такого шалопая, хулигана. И описывает отношения в семье между родителями. Но он так достаточно неуважительно относится к родителям, постоянно дергивает, говорит «Мама, ну зачем ты меня целуешь? Зачем ты заботишься обо мне? Я уже большой». То есть это такой переходный возраст, такой подросток сложный. Он издевается над своими одноклассниками. То есть он кого-то дергает за косички, кого-то бьет. Ну то есть такие хулиганские у него выходки. И очень интересно, что здесь такая черно-белая рисовка карандашная. И интересные детали. Например, вот здесь его мама, она расческой вычешивает, скоблит рыбу. Или в некоторых местах есть такие прям немножко жутковатые детали, где они засовывают как бы мышку в мясорубку и таким образом делают фарш. То есть это такой антропоморфный коты. Но если подробно рассматривать эти рисунки, то можно много интересного здесь увидеть, много такого интересных, интересно подмеченных образов. И тоже такой образ мальчика-подростка. Очень ярко, хорошо показан, но вот через такие кошачьи образы. И интересно, что после того, как Унгерер переехал в США, он тоже там долго не оставался. Ну, возможно, это еще связано с его гражданской позицией. Он постоянно всегда высказывал все, что он думает. Он выступал против войны во Вьетнаме. Он вообще был против войны, ну, так как пережил военное детство. Он выступал против расовой сегрегации, там разные... Он всегда арестовал постеры, плакаты. Ну, всячески выступал за толерантное отношение абсолютно вот к любой части населения. И после этого он решил переехать в 70-х годах в Канаду. И там купил ферму и, собственно, жил в Канаде. И после этого написал автобиографическую книгу про это. И вот 20 лет, примерно в 90-х годах, он не создавал детских книг. Он вот именно занимался постерами, карикатурами, рисовал в газеты, в журналы. Но в 90-е годы, когда у него родился четвертый уже ребенок, он снова обратился к детской литературе. И вот эта книга, она тоже не переведена на русский. По-английски она звучит making friends. Иногда его переводят как новые друзья на другие языки. Кстати, интересно, что почти все книги у Геррера написаны на английском, хотя он француз. Ну, вообще он идеально владел тремя языками. Французским, немецким и английским. Ну, на английском, я думаю, он писал, потому что он жил в Америке. В Америке его издавали, это было просто выгоднее. Вот, вот эта книга про детей разных национальностей, которые встречаются в Америке. Они живут, они соседи, их разделяет только забор у них. У обоих интересные увлечения. И вот так вот они встречаются, и происходит пересечение их разных культур, разных характеров, разных мировоззрений. И это очень такая яркая книга. И вот здесь тоже, я думаю, отразилось вот это вот, его опыт жизни в Эльзасе. Такая межкультурная коммуникация. Как раз направлена на то, чтобы мы не относились к людям других национальностей или другого вероисповедания как к каким-то чужакам. Чтобы, ну вот Унгерер, он говорит о том, что вот если, ну говорит о том, что если ко всем относиться одинаково, равно, что каждый человек уникален. И если использовать вот наши различия, то можно достичь такого гармоничного, здорового общества. Вот это тоже еще одна непереведенная книга про одного господина. Она называется Монстр Месье Рассина. Вот у него в саду появляется какое-то странное существо, оно похоже на слона. Вот и оно ест груши. Это как раз к теме всего неизведанного и нового. И сначала вот этот Месье Рассин, он его боялся, а потом он понял, что это что-то интересное. Начало так с ним играть, общаться. И постепенно вот это существо, оно начало как бы физически даже распадаться. Вот этот монстр, оказалось, что это просто два ребенка, которые надели всякие разные тряпки и решили его разыграть. Ну то есть это тоже к тому, что если мы к кому-то относимся хорошо, мы кому-то учимся доверять, то вот это вот монструозное, вот это вот жутковатое, что может быть в нем и было, то оно просто исчезает на глазах, если просто относиться по-человечески к любому существу. И еще одна интересная книга детская, как раз от 1998 года, его уже позднее творчество, называется «Фликс» про мопса, который родился в семействе котов. Вот там в этой книге есть два города, «Дог Сити», «Кэт Сити», и вот у двух котов, которые давно ждали ребенка, у них родился вдруг мопс. Вот, эта новость попала сразу во все газеты, но вот эти коты, они все равно его очень любили, они его приняли, и они его обучали как кота, при том понимая, что он все-таки не кот. То есть он говорил на кошачьем языке, но с собачьим акцентом. Он умел плавать, ой, не плавать, а лазить по деревьям, что не умеет собаки. Вот, при этом он оставался собакой, и, например, он умел плавать, а коты плавать не умеют. И поэтому, например, он спас одну кошечку, потому что вот он бросился в воду, и он умеет плавать, а коты воды боятся. И вот сначала его не принимали ни в одном городе, ни в другом, потому что непонятно, кто он такой. А потом, когда поняли, что у него есть что-то хорошее и от кошек, и что-то хорошее и от собак, то он стал такой знаменитостью. Его даже выбрали там какие-то государственные служащие, поскольку он сочетал в себе то, что могло соединить два совершенно разных, даже враждующих между собой города. И сам Унгерер говорил о том, что фликс, он как раз про то, чтобы максимально использовать наши различия. Мы все равны, и мы все разные, и каждому есть что сказать и предложить. Фликс учит нас тому, что с помощью юмора вы можете преодолеть любые препятствия. То есть это все еще очень иронично, очень комично описано, причем достаточно серьезные, важные темы. Вот как раз тема нахождения себя, тема того, как вообще быть в обществе, если ты абсолютно другой, и как это использовать не во вред себе, а наоборот во благо. Вот и еще одна книга, про которую я хотела рассказать детская, это «Отта». 99-го года тоже очень серьезная, не детская тема поднимается, это тема войны, то, что пережил сам Монгерер. Здесь поисцвание ведется как бы от лица мишки, ближайшего мишки, чьим хозяином был еврейский мальчик, живший как раз в конце 30-х, начале 40-х годов. И глазами вот этого мишки показывается, какие изменения происходили в обществе, как этот мальчик вдруг начал носить желтую звезду, потом совсем пропал, этот мишка оказался у его друга, и таким образом вот ребенок видит в эту войну, ну, даже не глазами детей, а вот глазами просто игрушки. И это тоже такая непростая книга, там все заканчивается хорошо, то есть через много-много лет, вот этот «Отта», потрепанный медвежонок, он возвращается к своим хозяевам, к вот мальчику Оскару, его другу, которые чудом остались в живых, ну, вот он, вот эта тема такая, она нечасто затрагивается в детских книжках, особенно в детских книжках-картинках, где, ну, основную часть занимают все-таки изображения, и совсем немного текста, но, тем не менее, тоже очень хорошо, очень тонко, и так вот мудро рассказана здесь история войны, история гонений на евреев. Вот всю свою боль, весь свой опыт Унгерер здесь высказал, и он всегда, ну, всегда повторял, что он абсолютно против войн, потому что он, как бы, вот эти его впечатления детские, они оказались очень-очень яркими. Вот здесь такие вот иллюстрации. Это Унгерер уже на склоне лет. Также я хотела бы еще упомянуть о его деятельности вне детской иллюстрации, детской литературы. Унгерер известен еще так же, как сатирик. Он многие создавал работы, в которых описывал общество современное, ну, прежде всего, американское. Он выступал вот против вот этого богатого класса. Вот здесь вот изображен, как бы, такой богач, у которого вместо языка сыр, у которого вместо глаз там урезают крысиные хвосты. Это достаточно жуткое изображение, и многие его рисунки, они действительно жутковаты, и рисковаты, и, может быть, достаточно жесткие для тех, кого он изображает. Но он говорил, что его сатира — это его способ выразить отвращение к обществу, которое превратилось в свинарник из-за потребительства, жадности, материализма. И его упрекают постоянно в непристойности. Но он говорит о том, что что поделать, если общество само непристойное, и мои рисунки просто это отражают, и отражают без всякой пощады. Это очень точно, очень ёмко и остро. Вот, например, здесь вот первый рисунок, где вся семья, у них вместо голов присоски, они присосаны вот в экран телевизора. Тоже, мне кажется, и для того времени, и для сегодняшнего времени очень актуальное изображение. Только, может быть, экран телевизора можно заменить на экран мобильного телефона. Рисовал он также и плакаты, разные постеры. Вот, например, вот этот справа, «Па де Либерте, Сан Либерте де ла Пресс». Это вот как раз тоже он выступал за свободу печати, за свободу высказывать всё, что... Ну, в печати... Всю-всю правду. Вот, это рисунки против Вьетнамской войны. Вот слева это афиша фестиваля джаза. Вообще, джаз очень сильно на него повлиял, когда он только приехал в Америку, он говорил о том, что джаз его сразу покорил, и он вот эти вот джазовые мотивы, он пытался воспроизвести в своем творчестве и в своих книгах и в своих рисунках. Вот это как раз... Левая — это вот против расовой сегрегации афиша, а правая — это вот во время Вьетнамской войны. Вот, он также создавал и киноафиши. Вот это плакат к фильму Кубрика «Доктор Стрэндж Лав» или «Как я научился не беспокоиться и полюбил атомную бомбу». Вот, создавал он также еще и коллажи. Вот, например, справа — это как раз разрушающая сила человеческой цивилизации и большая улитка. То есть что-то природное, что-то естественное, и в смести они здесь соединяются и одновременно противопоставляются друг другу. Вот тоже очень интересное... Ну, это даже не коллаж, он создавал еще просто, ну, можно назвать, объекты. Просто странные объекты. Тоже пара молодоженов и кукла, кукла-младенца в мышеловке. Тоже что-то непонятное. Мне нравятся его работы, потому что в нем... в них можно найти много интерпретаций. То есть сначала ты видишь, что это одно, потом, если задумываешься, то могут и прийти в голову какие-то даже противоположные какие-то мысли об этом. Мне нравится вот эта недосказанность работы, в работах и какая-то неожиданность. Он всегда находит какие-то новые неожиданные приемы. Как вот здесь, например. Вот тоже что-то странное. Полицейский и фигура женщины, у которой вместо головы самка богомола. Ну, известно, что самка богомола съедает своих партнеров. И даже вот эта женщина, как мне кажется, она по цвету очень напоминает статуи свободы в Нью-Йорке. Может быть, тут есть какие-то такие смыслы. Вот. И еще одна его работа, которая мне очень нравится. Он спроектировал детский сад в Карлсруе. Это немецкий город. Детский сад в форме котика. По его книгам можно понять, что он очень любит тоже котов. И там, собственно, дети посещают вот такое интересное место, которое вообще очень похоже на голову кота. Такого притаившегося кота. Вот. И еще я хотела процитировать он Герера. Напоследок, когда у него в интервью спросили, собственно, что он может посоветовать молодым иллюстраторам, он сказал писать и рисовать. причем он советует создавать именно свои собственные истории и стараться изо всех сил быть в этом трудолюбивым и выносливым. Тем более, что сейчас очень много, тогда было очень много разных возможностей для иллюстраторов проявить себя. И он говорил, что сам он напитывался разными... Ну, его вдохновением было творчество совершенно разных иллюстраторов. И вот эти вот ниточки в нем соединились. И благодаря этому он создавал что-то свое. И он говорил о том, что нужно смотреть на старшее поколение, но при этом все-таки главное это какая-то новая форма, какой-то новый язык, новый взгляд. И старое, что-то старое, привычное, оно может быть только фундаментом для того, чтобы используя его, создать какие-то свои новые способы, новые возможности, новые взгляды на что-то совершенно обычное. И это как раз то, что он очень ценил в творчестве и в книгах, и в рисунках. И, собственно, это можно тоже увидеть, если посмотреть на его работы. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно. До свидания.